В эфире итоговая информационная программа в студии Алена Куколева. Здравствуйте! О событиях этой недели вам расскажут наши авторы. Смотрите в этом выпуске. Февраль – переломный месяц. Ежедневно в травмпунктах сотни человек. Трущобы в центре города, что скрывают рекламные щиты на Московском. В Рязани начала работа интерактивная карта свалок и музей Советского Союза посетили школьники из Франции. Февраль по праву называют переломным месяцем. И дело не в том, что это последний месяц зимы. Пешие прогулки в эти дни становятся опасными для здоровья. Количество переломов и травм возрастает в разы. Люди сотнями ежедневно попадают в травмпункт из-за гололедицы. Галина Ершова все же попыталась устоять на ногах на улицах города. Морозы продолжают радовать жителей города красивыми снегопадами и заиндивевшими деревьями. Однако, если опустить глаза и посмотреть под ноги, то картина перестает быть сказочной. Большинство дворов и тротуаров города безнадежно утопают в снегу. И если пушистую кашу коммунальные службы все же убирают, то проламывать лед и очищать дорогу до асфальта никто не торопится. Результат налицо около 15% всех больничных листов, оформленных зимой, приходится на уличные травмы. Очень скользко, нечищенно и страшно бывает. Просто поскользнулась. Стояла и упала. Скорее бы зима кончилась и лед растаял. Вот одна мечта. Шла, поскользнулась. Перелом со смещением. Месяц уже в гипси, еще месяц буду ходить. На дворе четверг, 11 часов утра. А в травмпункте уже собралась очередь более чем из 50 человек. А не разного возраста, но с одной историей. Более половины поскользнулись на неочищенной дороге. Теперь люди вынуждены сидеть в очереди. Причем все в один кабинет, где принимает единственный врач. Многие уже провели здесь несколько часов. Когда мы сюда пришли, в очередь заняли. Потом мы на рентген в очереди отстояли. Теперь вынесли нам документы, какие мы будем по очереди. И вот сейчас очередную очередь опять отставим. Остановка, пешеходный переход, дорожка во дворе. Травму можно получить где угодно. Не спасает ни аккуратность, ни внимательность. Только отзывчивость прохожих, которые помогают подняться. Эти кадры вызывают улыбку, но смех этот сквозь слезы. Однако в городе есть несколько аномальных мест, где передвигаться без опаски можно в любое время года. Это тротуары около здания администрации. К сожалению, уже на другой стороне улицы необузданная стихия вновь берет верх над человеческим трудолюбием. В таких условиях важно знать, как уберечь себя от серьезных травм, даже если ноги плохо слушаются. Важнее всего предотвратить удар головой. Основная ошибка, когда человек падает, у нас откидывается голова назад, мы бьемся в землю или об лед об холодный, теряем сознание, соответственно человек замерзает. И что происходит? Ну, смерть, да, или отморожение конечностей каких-нибудь. Также очень важно сгруппироваться при падении. Ни в коем случае нельзя падать на локти и кисти, это грозит вам переломом. Подставлять под удар стоит предплечье. Удар им об пол поможет погасить энергию падения. Также часто встречаются травмы тазобедренных суставов, особенно у пожилых людей. А вот ноги практически всегда остаются в безопасности, но именно они становятся причиной падения. Если вы чувствуете, что они начинают разъезжаться, ни в коем случае не паникуйте, не торопитесь. Это только усугубит ваше положение. Также во время прогулок по улице лучше исключить ношение обуви на высоком каблуке. Если это сделать не удается, то при падении вам нужно максимально присесть, чтобы сместить центры тяжести как можно ниже. Сгруппироваться, желательно наклонившись немножко вперед, да, и уже прижав подбородок к груди, свободно падать уже назад и не отсоединять, самое главное, подбородок от груди. То есть травму мы в любом случае небольшую получим при страховке, но уже не такую, как могли бы получить, если бы мы его не делали. И, конечно, лучше немного бы тренироваться дома или в спортзале, ведь во время падения у вас уже не будет возможности подумать, сработает мышечная память. Поэтому позаботьтесь о собственной безопасности заранее, чтобы прогулка на свежем воздухе принесла вам только положительные эмоции. Многие рязанцы видели ряд рекламных счетов на московском шоссе возле торгового дома «Барс». Они всем известны. Это центр города, всегда оживленная автодорога, до гипермаркетов рукой подать. Идеальная картинка современного города. Но цель именно этих плакатов – не только рассказать о ближайшем концерте или рекламе. То, что они скрывают, вызывает ужас и отчаяние. Здесь люди живут в трущобах. Дома 1917 года постройки за сто лет сгнили и полуразрушены. Здесь нет ни газа, ни воды. Чиновники нашли выход. Позорную улицу спрятали за рекламными счетами. По ту сторону рекламных счетов стоит только заглянуть за красочные постеры и видишь, какая разруха прикрывается ими. Трудно поверить, но здесь все еще живут люди. В этом доме заколочены окна и проломлена крыша. Еще в прошлом году упало дерево, но у хозяйки дома возможности подчинить ее нет. Она одна с двумя детьми. У меня мать, когда за отца замуж выходила, ее прописывать здесь не ходили, потому что дома под снос. Ну, как видите, вот мне уже 47 будет. У меня дети взрослые, дочки 24, сын 18. Мы все здесь, все стоим. И никому не нужны. Стоило поставить здесь рекламные счеты, как о жилых домах за ними тут же забыли. Как коммунальщики, так и городские власти. Под программу переселения из ветхого и аварийного жилья дома не попадают. Дело в квадратных метрах, которых нет. Я сколько ходил, сколько писал, и нам ответ был один. Вы под нее не подходите, у вас частное жилье, вы не подходите. А потом я в газете прочитала, что по ветхому жилью дают столько метров, сколько у нас есть. Шесть квадратных метров, все мое удовольствие. Здесь нет водопровода, за водой местные ходят на колонку на Михайловском шоссе, что примерно в километре отсюда. Цвет есть, есть печка, удобство на улице, вода по Михайловске. У меня кто не спрашивает, как ты живешь, я говорю, очень хорошо. У тебя газ есть? Я говорю, нету. А вода? Я говорю, вода на улицу. А как ты живешь? Я говорю, вот так вот я и живу. Соседка Ирина и Ольга проводят к себе домой. Чтобы согреться, топят печку, подкладывают дрова. Газопровода здесь также нет. Строить его в свое время городские власти не стали. Дома значились под снос, а теперь говорят, что жилища людей слишком гнилые, чтобы к ним подводить газ. Печку топим по утрам, по вечерам, как с работа приходим. Потому что никаких удобств нет. Ощущаете, что живете в центре города? Ощущаем. Плакатами заградили, чтобы нас не видно было. В 2006 году у людей появилась надежда. Строительная компания «Кайман» собиралась выкупить весь квартал, чтобы построить новый микрорайон. 18 жилых домов, магазинов, аптек, поликлиник, филиалов, банков и культурно-офисных нежилых помещений. Рядом с их избушками долго стояли красочные плакаты, иллюстрирующие, как будет выглядеть новый микрорайон. Однако все, что успела строительная фирма, это выкупить лишь часть домов. После чего приказала долго жить. Незаброшенный район в самом центре Рязани остался на плечах властей города. Город же, в свою очередь, просто прикрыл гниющие развалюхи рекламными щитами. Не пугать же прохожих и гостей города местными видами. В пустующих домах, из которых люди смогли уехать, зимой живут бомжи, а летом спят прямо на улице. Летом тут и на бугру, и под бугром, и везде, где хочешь. Они тут чем только не занимаются. И пьют, и любовью занимаются, и все, что угодно. Наши коллеги, журналисты интернет-портала Я-62, назвали этот район гетто в центре Рязани. А местные говорят, что о том, что здесь все еще живут люди, чиновники вспоминают только перед выборами. В перерывах же между зарабатыванием очков и голосов депутаты и чиновники предпочитают не знать или не помнить об этом месте. Вполне же логично, в оставшихся домах проживают в основном старики. А учитывая то, в каких условиях, естественного вымирания микрорайона ждать остается недолго. В Рязани начала работу интерактивная карта свалок. Проект Общероссийского народного фронта «Генеральная уборка» приурочен к Году экологии. С помощью такой карты любой человек может рассказать о скоплении мусора в его дворе или в любом другом месте. Достаточно сделать фото или снять видео и заполнить форму на сайте проекта. О том, как работает система и кому впоследствии придется убирать мусор в сюжете Галины Ершовой. В свалке около домов, мусор в парках и пакеты, которые не забирают с собой путешественники. Теперь бороться с ними будет проще, ведь в Рязани начала работа интерактивная карта свалок. Она охватывает всю Россию, а рязанским фрагментом будут заниматься местные активисты. Проект сделан на базе Яндекс.Карт и помочь в его развитии может каждый. Достаточно найти на сайт картосвалок.ру или картосвалок.рф, поставить метку в месте, где вы увидите скопление мусора и заполнить простую форму обратной связи, указав свои контактные данные и прикрепив фото или видео подтверждение. Это, как правило, бытовой мусор или строительный. Ну или есть гораздо опаснее свалки, как у нас, например, свалка в Турлатово, где складывают в 50 метрах от верховьев листвянки, обводной канал, так называемый, это фактически листвянка, ядохимикаты второго класса опасности. Сначала такая метка отправится на модерацию. Она будет серой и видимой только для администраторов. Сейчас таким цветом обозначены 34 свалки. После того, как информацию проверят, метка станет красной. Ее увидят все пользователи сети. Сейчас на карте их около 15. Желтой точкой станет, когда начнется работа по ее ликвидации, и зеленой, когда проблему устранят. Что значит проблема решена? Либо свалка ликвидирована, и мы имеем подтверждение. Либо, если это какая-то серая свалка или серый полигон, приняты меры, виновные и наказанные. Это тоже решение вопроса. Точку можно поставить анонимно, а также включить галочку, что готов помочь в ее ликвидации. Однако убирать мусор будут не только активисты. В карте предусмотрена удобная форма взаимодействия с властью. На место будут выезжать природоохранная прокуратура и местная администрация. Это не случайно, ведь все территории в регионе, даже леса и поля, принадлежат конкретным поселениям. Кстати, многие незаконные свалки располагаются около маленьких деревень. И чем меньше людей там живет, тем больше вокруг мусора. К сожалению, из двух тысяч поселений только в 700 организован вывоз мусора. Это же все же должно оплачиваться. И стоит вопрос по экономике. Когда это завышены цифры, в тех полигонах, в которых выставляете счета, конечно, жители, пенсионеры пожилые, они вынуждены отказываться от этого. Такое внимание к свалкам не случайно, ведь они влияют на развитие онкологических заболеваний. Рязанская область, к сожалению, входит здесь в число лидеров. Однако сами активисты призывают не просто убирать мусор, а перерабатывать его. В городе действует несколько мусороперерабатывающих заводов, и они недозагружены. Сейчас мусор делят всего на три категории. Это бумага, стекло и пластик. Раз в неделю в городе открываются пункты сбора, на которых сдать отходы могут все желающие. Если вы действительно хотите помочь улучшению экологической ситуации в регионе, теперь у вас для этого есть все ресурсы. Мусор вообще становится глобальной проблемой города наряду с плохими дорогами. То там, то здесь регулярно появляются сообщения о том, что управляющие компании не справляются с вывозом отходов с придомовых территорий. В нашу редакцию в очередной раз поступила жалоба от отчаявшихся телезрителей, которые неоднократно обращались в ответственные организации, но безуспешно. Продолжит Анна Герцовская. По обращению граждан наша съемочная группа выехала на место. Вот что происходит на первом совхозном проезде возле дома номер 15. Пазлы, детские игрушки, бытовой мусор – все это лежит не просто в куче, а уже на дороге. Кто же виноват – жильцы, которые выбрасывают мусор прямо на землю, или управляющая компания, которая ликвидировала отсюда мусорные баки? Конечно, жильцы на днях, не обнаружив контейнеры на привычном месте, по рефлексу, как собаки Павлова продолжают выкидывать мусор на землю. Привычка сильнее благоразумия. Они не хотят идти в соседние дворы несколько сот метров, чтобы выбрасывать отходы в чужие мусорные баки. В ближайшей местности мы проверили, своих контейнеров у них действительно нет. Вся эта грязная история, по словам очевидцев, началась недавно. Ну, до Нового года точно были, а вот после Нового уже нет. Ну, безобразие. Ухожу здесь редко, но внимание, конечно, обращаю и в глаза бросается. Неприятно. Думаю, кто-то про что-то забыл, про свои обязанности. Но жильцы, соответственно, молчат. В итоге, вот то, что видим. В Рязани вся такая. Ну, отказал ЖЭУ вывозить. 21. Они не вывозят. Единственный контакт, который нам удалось установить с ЖЭУ номер 21, нельзя назвать нормальным диалогом. Представитель ЖЭУ в телефонном разговоре вела себя грубо, неэтично и часто бросала трубки, не желая отвечать на вопросы. Приходилось перезванивать, чтобы все-таки прояснить один момент. Я не знаю. Вам десятый раз. И мы вас вообще-то не обслуживаем с 1 января. Все, до свидания. Так что, по словам представителей ЖЭУ номер 21, теперь дома на первом совхозном проезде не обслуживаются этой организацией. Остальные подробности, касающиеся вывоза отходов, так и остались под завесой тайны. Жители окрестных домов живут в таком же неведении, не понимая, что им делать дальше. И кто теперь займется вывозом этих отходов, ликвидацией сосулек на крышах их домов и установкой спасительных мусорных баков. Напоследок, хотелось бы добавить, что слово «помойка» происходит от слова «помыть». То есть, что-то мыть, очистить, избавиться от грязи. Место, где дома должны очищаться от мусора, превращается в склад грязи, инфекции, прообраз антисанитарии. Ее, конечно, поддерживают сами люди и власти города. Ведь если эти дома существуют, то и ответственность за них кто-то должен нести. Не могут в городе стоять жилые дома, за которыми власти не устанавливают соответствующий контроль. 8 февраля в России отметили День науки. В этот день по традиции чествуют тех, за кем стоит прогресс. Наш корреспондент познакомился с рязанцем, чьи разработки являются новейшими технологиями. Они первопроходцы, вечные двигатели человечества. Неугомонны и с подливым умом. Они ученые. Жажда открытия и технического творчества зажигает сердца взрослых и молодых людей. А сегодня, 8 февраля, они отмечают свой профессиональный праздник – День российской науки. Андрей Серебряков всегда хотел быть на передовой знаний. Еще в детстве вместе с братом он делал свои первые изобретения, связанные с электричеством и магнетизмом. А уже в ВУЗе увлекся программированием. Программирование – это средство достижения моих научных целей. Поэтому часто приходится программировать, чтобы писать программы по обработке изображений, как здесь, по обработке сигналов. Ну, в основном я специализируюсь на обработке изображений и сигналов. Изначально Андрей Серебряков разрабатывал программы для навигации самолетов, беспилотников и другой подобной техники. Однако его подходы и методы работы идеально вписались сразу в несколько научных проектов, связанных с совсем другими технологиями. Сейчас он разрабатывает программное обеспечение для переносной рентгеновской установки. На деле это небольшая конструкция в свинцовой камере. Поток радиации направляется на деталь, проходит сквозь нее и создает электронную модель изображения. Вообще рентгеновских установок много, работы активно во всем мире в этом направлении ведутся. Технология будет применяться для проверки качества деталей, произведенных на российских заводах. С ее помощью легко увидеть даже самые мелкие дефекты на платах или неправильную ее структуру. В дальнейшем сферы применения могут расширить, в том числе для контроля сварочных швов. В настоящий момент трубка разработана, основные узлы рентгеновской трубки уже изготовлены, вообще сложные изделия. Основные элементы рентгеновского приемника, они отечественного производства. И люминофоры, рентгенолюминофоры нашего российского производства много исследовали, выбрали лучшие. Потом оптика, это из Санкт-Петербурга, поворотные призмы, поворотные зеркала, ну и так далее. Предметом особой гордости создателей стала цена. Аналогичные зарубежные приборы стоят миллионы рублей. Наша же установка по себестоимости составляет всего 50 тысяч и не уступает по качеству изображения. Завершить работу над ней планируют к концу года. И вполне возможно, что рязанское изобретение вскоре будет применяться по всей стране. Рязанские водители вошли в число самых вежливых в России. Область попала в топ-10 российских регионов, где регистрируется наименьший процент штрафов водителям за непропуск пешеходов. Соответствующее исследование провел портал «Колеса». Но внимательны водители не только к пешеходам, но и друг к другу. Зачастую на дорогах можно видеть картину, как автолюбители помогают друг другу подкачать колесо, делятся бензином и вытаскивают попавших в снежный занос. В зимнее время вовсе может потребоваться помощь, чтобы завести железного коня. Вот здесь есть свои нюансы. О них знает Галина Ершова. При куривании автомобиля дело нехитрое и привычное, однако даже в нем есть свои нюансы. Сначала подключается минусовая клемма, причем она накидывается на минус с аккумулятора заведенного соседнего автомобиля. А в вашей машине лучше расположить его как можно ближе к зажиганию. Это уменьшит сопротивление и вероятность завестись серьезно возрастет. Когда подключаете плюсовую клемму, внимательно следите за ее состоянием. Смотрите внимательно за нагрузками, то есть в соседней машине. Если вы увидите, что нагрузка слишком велика, или допустим искрообразование, когда вы соединяете клеммы слишком огромное, как пенгальский огонь или фейерверк, то лучше эти мероприятия прекратить. Это может свидетельствовать о замыкании внутри аккумулятора. Дело в том, что зажигание – это большая нагрузка на аккумулятор. И чтобы соседняя машина не пострадала и не растеряла заряд раньше времени, после накидывания проводов немного подождите. Рабочий генератор должен зарядить ваш аккумулятор. На это уйдет около 5 или 10 минут. Затем потихоньку запускайте приборы. Включите, допустим, дальний свет, прогрейте, заставьте химическую реакцию начаться более интенсивно, чтобы аккумулятор выдавал свои пусковые токи. Если вы видите, что, допустим, стартер крутит, а машина не завелась с первого раза, не пытайтесь крутить до конца стартером, то есть до талого, как у нас некоторые говорят, остановитесь на некоторое время, прекратите вращение стартером, пускай двигатель немножко постоит, и тут же еще раз попробуйте. Благодаря этим нехитрым приемам вы намного быстрее сможете справиться с разрядившимся аккумулятором, а значит, у вас останется больше времени на приятную поездку. Мы неоднократно освещали тему запрета абортов. В последние годы Русская Православная Церковь заняла активную позицию по их исключению системы обязательного медицинского страхования. Прерывание беременности недопустимо из позиции Рязанской епархии. Ее представители присоединились к сбору подписей за отмену абортов. Но что делать тем женщинам, которым прерывание беременности жизненно необходимо? На этот вопрос не могут пока ответить и сами священники. Быть или не быть – вот в чем вопрос, с которым сталкивается каждая женщина, думающая над абортом. Позиции церкви ясна. Рожать детей нужно во что бы то ни стало. В общении с руководителем Центра охраны материнства и детства Рязанской епархии священником Виталием Рыбаковым выяснилось, что церковь настроена настаивать на том, чтобы общество признало начало человеческой жизни с момента зачатия, а не с рождения. В конечном итоге было бы нашей целью добиться того, чтобы в Конституции произошло это изменение, что жизнь человека признавалась с момента зачатия. Тогда Конституция будет автоматически сохранять жизнь ребенка с момента зачатия и даже не надо будет требовать законодательного запрета абортов. Это искомое то, что нам нужно. А пока Рязанская епархия с началом 2017 года присоединилась к другим епархиям Русской Православной Церкви для просветительской работы и сбора подписей в пользу отмены абортов по ОМС. Как минимум еще по трем причинам. Церковь считает, что аборт это не операция жизни на необходимой женщине. Человек не болен во время беременности, а значит реализация функции системы здравоохранения здесь бессмысленна. Во-вторых, с запретом абортов по ОМС нельзя утверждать право и на платное прерывание беременности. И третий момент касается всех налогоплательщиков. Церковь во главе со стихиным патриархом призывает пересмотреть концепцию, когда налогоплательщики против своей воли. Получается такой как бы своеобразный налог на аборты. То есть люди не хотят его платить, но они вынуждены делать. Еще более важен тот момент, что из бюджетных средств, которых, ну прямо надо сказать, не хватает для всех абсолютно больных, тяжело больных людей в Российской Федерации, изымаются средства, которые могли бы пойти на лечение, на высокотехнологическое лечение больных, в том числе и детей. Сейчас в церквях Рязанской области и самого города лежат специальные листы, которые может подписать каждый человек, тем самым приблизив отмену абортов. Определенного количества подписей священники собрать не планируют. В первую очередь, по их словам, они ведут просветительскую работу. А собранные подписи со всех регионов со временем окажутся в Госдуме Российской Федерации. Тогда, когда там найдется поддержка. Когда инициатива уже раз выдвигалась в Государственной Думе по законодательному запрету абортов, она имела сочувствие только у 1% депутатов. А для решения вопроса на государственном уровне для этого необходимо 60%. Что же касается абортов по медицинским показаниям, то священники говорят, таких прерываний беременности от общего их числа всего 5%. Остальные 95% – это нерожденные здоровые дети у здоровых матерей. Руководитель Центра охраны материнства и детства знает, о чем говорит. За последние годы его команда провела большую работу с женщинами, которые все же решились на рождение детей и сейчас живут счастливо. Но однозначно ответить на то, что делать тем женщинам, которым аборт противопоказан по медицинским показаниям, церковь пока не может. Вопрос непростой и находится на стадии разработки. Так что, возможно, дальше подобного рода операции могут быть причислены к настоящей охране здоровья человека, а другие аборты – к преступлению. В нашем городе работает музей Советского Союза. В каждом экспонате предмете быта не так давно ушедшей эпохи. Многие посетители с удовольствием вспоминают свое детство и юность. Несмотря на то, что открылся он совсем недавно, выставка стала популярна не только среди рязанцев, но и гостей города. В четверг окунулись в атмосферу советской эпохи группы школьников из Франции. Вместе с ними там побывала Ирина Ковалева. Для школы номер 6 с углубленным изучением французского языка обмен учениками – явление привычное. Уже не первый раз в Рязань приезжают группы школьников из Франции, а в скором времени российские ученики отправятся за границу. Для ребят это прекрасная языковая практика и не только. В подобных путешествиях у них появляется возможность познакомиться с явлениями, о которых вряд ли они бы узнали на своей родине. В этом плане музей СССР для французских школьников оказался кладезем сюрпризов. Их явно заинтересовали диафильмы, крайне удивила туалетная бумага без втулки, но советский велотренажер и диск здоровья ребята решились опробовать. Все вызывало у юных французов искренний восторг. Они с удовольствием пробовали писать перьевыми ручками, осваивали печатные машинки, знакомились с музыкой советских времен и даже станцевали под нее. Музей очень интересный. Главным образом интересно то, что здесь можно не только смотреть на экспонаты, но и трогать их, что делает этот музей живым. Директору лицея, в котором обучаются ребята, музей тоже понравился. Однако большинство экспонатов, представленных здесь, знакомой Сильве Терси не понаслышке. По ее словам, в те времена, когда существовал Советский Союз, во Франции в эпиходе были похожие предметы. А вот современная Россия ее впечатлила. Я первый раз приезжаю в Россию с учениками и вообще в вашей стране я впервые. До этого я знала Россию только по книгам Толстого Достоевского Гоголя. И что меня удивило и впечатлило, это то, что Россия очень современная страна. Впереди у юных французов катание на коньках, школьный праздник, который ожидает их завтра и возвращение в родной Ламберсар. Но наверняка посещение нашей страны им запомнится надолго, в том числе и благодаря музею СССР. В главном парке города уже несколько лет стоит памятник грибам с глазами. Персонажам известны поговорки, которые стали фольклорным символом Рязани. Тем не менее, откуда пошла эта поговорка и почему глаза у грибов только в нашем городе, знает далеко не все. Напомнит об этом Валерий Седов. У нас в Рязани грибы с глазами. Их едят, они глядят. Почти все жители нашего города слышали эту пословицу. И это неудивительно. Ведь грибы с глазами стали одним из самых необычных и в то же время узнаваемых символов города. Во всех сувенирных магазинах есть стенд, посвященный этой тематике. Магниты, копилки, футболки и даже кружки практически ежедневно покупают десятки туристов. Неудивительно, что в Рязани существует и памятник этому символу. Именно здесь, в нижнегородских садах, и располагается столь необычный памятник. Почти у всех туристов есть фотографии рядом с ним. Но на вопрос, почему именно грибы с глазами обрели такую популярность, и как они связаны с Рязанью, смогут ответить далеко не все. Именно Рязанское княжество первым принимало удары татаро-монгольского нашествия. Несколько веков назад Рязанское княжество было пограничным. Восточнее простирались степи, являющиеся источником постоянной угрозы. На восточной границе, в Шишерском лесу, находилась княжеская пограничная охрана, которая определяла угрозу по грибам в том числе. Местные жители в лес не ходили, поэтому сбитые грибы расценивались как признак чужеродного вторжения. Наряду с этой версией также существует и другая, лингвистическая. Вероятнее всего, здесь пародируется одна из основных особенностей Рязанского говора – яконья. Не случайно поэтому и существует такой вариант этой фразы. В Рязане грибы с глазами, их ядят, они глядят. Какая из этих версий имеет место быть, каждый пусть решает для себя сам. На этом все. Новости и другие авторские программы моих коллег смотрите на нашем сайте горд62.тв. Мы прощаемся с вами до понедельника и желаем вам хороших выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова